Владимир Мирнев Поверхность планеты чуть мерцалась серовато-голубым испарением, напоминающим свечение морской воды. Ему все еще не верилось, что это чужая планета. Он встал на ноги, огляделся, заметил, что на нем одно из подней белье. Это, естественно, поразило его еще больше. Конечно, вначале он думал, что возможны и такие случаи, как этот. Есть ведь планеты, подлетая на которые теряешь память и так далее. Но здесь он помнит, как вчера еще возвратился из НИИ, где проходили испытания телепатической ракеты, поговорил с отцом, считавшим своего сына чудаком, лег спать и долго не мог уснуть, думая об удачном испытании. И вдруг он здесь. Трилетов ходил по планете скользкой игулкой, звеневшей от шагов. Звук не распространялся, не расходился эхом, а уходил ему в пятки. Знакомый со многими причудами и неожиданностями Вселенной, Трилетов, однако, не удивился. Он не понимал людей, которые сохранили еще странное, ставшее заурядным атовизмом, чувство удивления. Походив и устав порядочно, Трилетов сел. Что делать? Планета была тверда, словно панцирь черепахи. Небо, как черный потолок, нависало буквально над ним. Поразмыслив, он понял, что происшедшее с ним невероятно. Где же логика? Где взаимопричинность и последовательность? Через некоторое время на небе появились голубоватые точки. Они расширялись, удлиняясь на глазах, превращались в гибкие, свисающие до планеты ослепительные лианы. Одна из лиан упала на него. Благо, он молниеносно отскочил в сторону, чертыхнулся, подвернул ногу и упал, больно ударившись бедром о камень. Где-то внутри планеты отдалось дрожью, и мелкая скользящая судорога прошлась по ней, и он физически ощутил, почувствовал ее. Через минуту судорога опять прошлась по планете, качнув трилетово и протащив на своей волне несколько метров. Он задел плечом одну из светящихся, но не излучающих свет лиан и с ужасом отскочил прочь, затем осторожно дотронулся до лианы и обнаружил, что она не горячая. Попробовал на разрыв, надергал их множество и положил вместе, соображая, что же ему с ними делать. И увидел, что они слились, образуя как бы одну огромную лиану толщиной с бочку, полую внутри. Бочка, качнувшись, медленно стала подниматься вверх, и вскоре уже была недосягаемо высоко. По планете опять прошла судорога. И как он не ухитрялся, все же волна снова протащила его метров десять. Трилетов попытался вернуться на свое место, но судорога повторилась дважды, тащая его с силой на гребне вспухшей волны. Трилетов рвал лианы с силой, пока не образовалась довольно большая куча. Во все стороны летели светлые ветки, быстрее и быстрее. Бросив их вместе, он ждал, когда они сольются и образуют бочку. И как только бочка стала подниматься, ухватился за нее. Бочка вздрогнула, задержавшись на время, будто задумавшись, и стала медленно подниматься. Вскоре она зависла над планетой. Он оглядывался, видел свисающие и светящиеся лианы, тонкие и толстые. Видел отсюда чуть мерцающую поверхность планеты и чувствовал, как появившийся у него страх проходил. По планете все так же проходили судороги, все учащаясь, и планета вдруг начала двигаться, покрываясь дымчатым туманом, ослепительно засверкавшим внизу. Только спустя некоторое время Трилютов понял, что под ним не планета. И похолодел, все еще гадая, как он сюда попал. И смешанные чувства страха и неожиданно появившегося любопытства сковало его. Он, не отрываясь, глядел вниз. Это был космотерий или космозавр. Живое существо неизвестного еще происхождения из тех, что самостоятельно двигались в космосе, окружив себя собственной атмосферой и питались космическими существами и еще чем-то неустановленным. Так вот, куда я попал, раздумывал Трилютов, вспоминая рассказ своего товарища Келинцева, который рассказал, что на Земле находили камнеподобные кости гигантских размеров, подсчитали, что позвонок этого животного возможно был от 15 до 355 метров. Никто точно не знал о происхождении космических зверей. А некоторые специалисты даже утверждали, что так называемые космические звери это инопланетные плазменные биокорабли, избавившиеся от людей и ставшие вследствие мутагенных излучений живыми существами. Космозавр, так определил чудовище Трилютов, вращался, отсвечивая множеством цветов, выпуская облака пара, плюясь слюной. Космозавр повернулся к нему головой, и он увидел истинно черную пасть, ущельем, провязавшую туловище. Оттуда вылетали странные звуки. Их не слышно было, но потому, как дрожали лианы, Трилютов догадался, что они дрожат от звука. Космозавр медленно вращался по продольной оси, будто высматривал что-то, окутываясь теперь уже фиолетовым туманом. Он понимал, что так долго продолжаться не может. Возможно, весь маскарад с парами космозавр затеял, чувствуя присутствие инородного тела. Трилютов надергал еще несколько лиан. Они так же быстро сплавились. Образовавшаяся из них бочка поднялась выше метров на сто и повисла. Недолго думая, Трилютов нарвал лиан еще, нарвал много и поднялся выше. Здесь лианы были горячими, рассеивали свет и видно было, как они уходят высоко за атмосферу космозавра и тянутся к гигантской планете, низко нависающей над космозавром всего на расстоянии каких-то трех-четырех миллионов километров. Планета, видимо, испускала жидкий свет, который оставал в атмосфере космозавра. Трилютов оглядывался. Далеко мерцали незнакомые созвездия. Вокруг от нависающей планеты распространялся оранжевый свет. Черные точки мелькали совсем вроде недалеко. Внизу смутно вырисовывались очертания космозавра, повернувшегося пастью к планете. Неожиданно лианы задрожали и без чьего бы то ни было видимого участия, обрываясь, полетели в пасть космозавра. Бочка качнулась и стала двигаться, кружась на месте вниз. Только теперь Трилютов понял опасность. Космозавр, видимо, питался зарослями лучей оранжевой планеты. Трилютов, холодея от страха, наблюдал, как его бочка кружась опускается медленно, но точно в пасть зверю. Он пытался изменить направление падения, отталкивался от обрывков лучей, делал рывки, он думал, что хорошо бы очутиться на обратной стороне космозавра и даже представил себе круглое каменистое тело со стороны спины. Его бочка неожиданно сделала стремительный рывок и застыла над спиной космозавра. чудеса да и только, подумал Трилетов, вспоминая телепатическую ракету, использующую в основном телепатическую энергию, образующую сильный напряженный поток, по которому, как по рельсам, несется телепатическая ракета. Экспериментальная модель в 998 раз превосходила по скорости фотонную ракету. Он не придал значения тому, что еще в прошлом году полностью завершил обязательный цикл телепаткомплексы для ученых. Со стороны спины у космозавра не было твердых лучей. Здесь атмосфера оказалась чище, далекие, но незнакомые звезды плоскими кружочками лежали на коричневом небе. Недалеко бродили в задумчивости точно что-то потеряв оранжево-серые облака газа и странно сколько трилетов не всматривался в небо не заметил ни одной знакомой звезды. Он решил исследовать около космозавровое пространство. Облетев космозавра вернулся на прежнее место а затем приблизился к облакам. Обследовал их установив что это тиграцерий коллоидный газ полосатые цепочки молекул которого были величиной с карандаш. Из них на земле уже начали делать модные костюмы женские и мужские. Трилетов сделал из молекул тиграцерия что-то вроде набедренной повязки. На земле в костюмах из тиграцерия можно ходить по воздуху поднимаясь на высоту до 1800 метров. Атмосфера задрожала. Трилетов увидел что космозавр снова повернулся к нему пастью и вновь бочка кружась медленно оседает в его пасть. Секунду спустя Трилетов был уже со стороны спины но атмосфера дрожала и чернела мерк свет оранжевой планеты. высунувшись из своей бочки Трилетов нарвал охапку теплых лучей мгновенно сплавившихся и его бочка была превращена в подобие ракеты яркой блестящей с люком внизу для наблюдения а Трилетов теперь обрел окончательную уверенность в безопасности начал ломать голову над тем как бы избавиться от опасного соседства поднялся еще выше бочка вдруг обрела звук и тихо но мелодично задрожала Трилетов слушая звуки удивлялся ему казалось где-то он слышал их где только возможно подумал он в космосе витают голоса моих предков живших лет 2500 назад в Сибири недалеко от города Омска ведь показали же ученые что радиоволны пронизывают атмосферу земли и уносятся в космос как бездомные дети он представил себе родную землю себя одетого в костюм из тиграцерия поднимающегося по воздуху ощущающего всем телом приятную легкость вспомнил своих товарищей свою любимую поездки на пыльные пляжи специально оставленные места где можно походить босиком по пыли почувствовать подошвами первобытную землю все эти невинные воспоминания увлекли его Трилетов вспомнил как лет пять назад было очень модным иметь фонарь используя напряжение тела владельца этого фонаря или увлечение архи суперфантастическим романом Лерн Релимова в котором приводились примеры превращения человека в комету затем в крупный астероид который потом превратился в планету создавался таким образом своеобразный памятник этому человеку в смежной синаптической галактике только спустя полчаса заметил его бочка опять медленно опускалась перелетел на другую сторону увидел что космозавр повернулся опять пастью к нему и бочка опустился еще ниже тогда он решил летать по орбите вокруг космозавра не останавливаясь но через пятнадцать секунд стало ясно что бочка идет по нисходящей к пасти чудовище трилетов не ожидал опасности и растерялся затем направил бочку вверх к оранжевой звезде бочка стремительно поднялась но вдруг на границе истонченности атмосфер остановилась замерла будто ждала дальнейшего приказания трилетов направил бочку опять по круговой орбите вскоре космозавр устал от погони за ним и трилетов подлетел к облакам с невероятной скоростью проносившимся в атмосфере космозавра это был гарасон газ который можно одновременно употреблять в качестве топлива и для каботажных ракет а в основном же его используют для кормления коров и свиней стада которых находятся на Венере эту скотоводческую планету снабжают гарасоном в таком изобилии что свиньи достигли размеров делающих их способными выйти за пределы атмосферы скотоводческой планеты тогда уменьшили кормежку ввели в рацион лемуарий и все образовалось Трилетов чрезвычайно обрадовался этому газу съел несколько молекул утолил голод и начал искать облака чтобы напиться найдя несколько парасотиковых облачков утолил жажду и только тут вспомнил что можно позвонить домой набрал номер коммутатора расположенного вместе со всеми административными зданиями земли на Луне в мочку его уха был вживлен биологический пункт связи с родителями Трилетов был одним из первых на земле которому на второй день рождения стали уживлять биологические пункты связи не отвечали знать все телебиоканалы были заняты бочка вновь начала снижаться Трилетов вывел ее на конечную орбиту и развил первую меонную скорость атмосфера космозавра стала темнеть сгущаться он вздрогнул телом и неожиданно двинулся куда-то прочь увлекая за собой и Трилетова темнело Трилетов сделал из лучей оранжевой планеты лампочку подсоединил ее к силовым линиям какой-то звезды и она тускло загорелась подсоединил к лампочке еще и себя и в бочке стало допустимо светло космозавр развил довольно большую скорость пятном промелькнула солнечная система Трилетов вновь попытался связаться с Луной Луна не отвечала мелькали созвездия мимо проносились падая в черную бездну космоса обреченные планеты рассыпаясь бенгальскими огнями мелькали гигантские разваливающиеся звезды далеко впереди стояла фиолетовая зарева туда видимо и летел космозавр Трилетов чувствовал свое бессилие изменить что-нибудь в происходящем но все же убавил скорость бочки теперь она несла с увлекаемым притяжением космозавра от скорости от сознания того что он очутился за солнечной системой видимо в пятом витке спирали мирник коноровой галактики где еще не был ни один ученый так как на обычной ракете далеко не улетишь Трилетов испытывал чувство гордости усилился поток комет метеоритов падающих звезд калейдоскопически менялись картины такое вряд ли можно увидеть в солнечной системе совсем неожиданно космозавр замедлил скорость судорожно задрожала его атмосфера а вместе с ней и бочка Трилетов услышал множество звуков проникающих в бочку здесь слышались голоса людей рев каких-то чудовищ музыка пения все это неслось потоком обгоняя друг друга вдруг он услышал чей-то голос показавшийся ему знакомым через секунду звуки оторвались стало немного грустно и тоскливо между тем космозавр замедлил скорость опять примется за меня подумал Трилетов но космозавр казалось забыл о Трилетове прямо впереди Багрова и была даль оттуда мощным потоком неслись упругие волны сильно колебля атмосферу космозавра соприкасаясь с атмосферой волны чернили и было видно после этого как они черными струями уносятся дальше а атмосфера космического зверя излучая голубоватый свет фосфорисцировала Трилетов теперь отчетливо услышал гул где-то может быть за несколько световых лет от него рушили с миры в какой-то уголок галактики его занесло по поверхности космозавра проходили судороги а по атмосфере замельтешили облака Тиграцерия и Гарасона Трилетов вышел на промежуточную орбиту запас Тиграцерием Гарасоном еще каким-то газом который был необыкновенно тяжелый походил внешне на кристаллы нехруста разрушающиеся от соприкосновения друг с другом с великим грохотом на оборотной стороне Трилетов остановился и замер какой-то черный диск с невероятной скоростью несся навстречу диск рос прямо на глазах странно мерцала его поверхность задевающие кометы превращались в пыль гасли словно задуваемые ветром свечи во все стороны от черного диска расходились полукруглые молнии глядя на диск казалось что кометы летят медленно звезды рассыпаются как бы в замедленной съемке и на Трилетова надвигается нечто неотвратимое Трилетов развил 13-мионную скорость пытаясь выйти за пределы атмосферы но бочка не слушалась его космозавр забеспокоился покрылся волнами от непрерывно проходящих по нему судорог атмосфера потемнела задрожав стало сгущаться все сильнее и сильнее сжимая собою бочку Трилетов всеми силами стремящийся вывести бочку из сгущающейся атмосферы ничего поделать не смог атмосфера постепенно превратилась в камнеподобный слой прочно облегающий космозавра замуровав таким образом и Трилетова с бочкой дышать было трудно ко всему еще стало слишком жарко тело космозавра раскалилось раздуваясь внутри его это хорошо улавливал Трилетов что-то булькало урчало из пасти начал выделяться едкий газ обволакивающий космического зверя еще этого не хватало подумал Трилетов где-то сильно гремело и гром нарастал далекий черный диск превратился в космозавра Трилетов обмер завидев что несется точно такой же космозавр уже видно его мерцающие во вспышках молний огромное тело пасть раздался душераздирающий грохот рев космозавра и оборвался монотонный гул обычный для вселенной гул от разрушающихся далеких миров космозавр Трилетова вздрогнул заревел и бросился навстречу своему сопернику от мощного рева Трилетов привыкший ко всяким неожиданностям вжал голову в плечи он понял у космозавров перед схваткой твердеет атмосфера выделяя при этом ядовитый газ космические звери задрав носы долго поднимались стремясь оказаться один выше другого нос об нос неслись они вверх изредка из пасти одного из них вырывалась струя черного газа и окутывала все пространство вокруг ядовитым облаком потом они разлетелись в разные стороны и набрав скорость снова ринулись навстречу Трилетов видел как тот чужой схватил пастью пролетающую мимо комету и выплюнул с удивительной точностью в его космозавра и как комета ударившись об упругую атмосферу космозавра разлетелось на тысячи брызг затем звери с яростью столкнулись и разлетелись в стороны наверное камнеподобная атмосфера и служила для этой цели через минуту они вновь столкнулись и неожиданно начали падать вниз увлекая друг друга крутясь и поднимая вокруг себя ураганы газов падали долго недалеко от одной из планет звери разошлись в разные стороны нападавший космозавр ловко нырнул за планету тогда космозавр трилетова скользящим ударом толкнул планету это была небольшая планета потому что она качнулась и ринулась прочь а из-за нее из пламени и пыли вылетел чужой космозавр и бросился на противника удар был настолько неожиданно сильным что у трилетова закружилась голова а его космозавр разлетелся на куски а он сам еще вмурованный в камнеподобную атмосферу полетел в бездну с огромной скоростью сколько летел он не помнил он почувствовал что каменная атмосфера стала разжижаться и он трилетов вылетел сразу же на своей бочке и увидел что действительно от космозавра остался лишь один огромный кусок несшийся словно метеорит прочь от зарева трилетов облегченно вздохнул опустился на несшийся кусок стараясь определить куда же теперь ему лететь испытывая невероятное чувство облегчения и в то же время жалея что не удалось как мечтал парализовать свободу космозавра и привести его на землю одно только у него вызывало досаду то что он очутился на космозавре без ничего без пути указателя на руке его редкого самотока который словно автопилот мог привести человека туда куда ему нужно было показывал межпланетное время служил одновременно телевизором рацией тоже не было и как он никогда с ним не расстававшийся снял перед сном с руки надо было сделать то что только что вошло в моду на земле самоток носили на большом указательном пальце вместо ногти поругав себя и подкрепившись гарасоном трилетом вдруг почувствовал что ослеп вначале ничего не видел кроме темно-бурого цвета заполнившего все пространство вокруг от этого света пошли перед глазами круги заломило в висках и в затылке ощущалось тяжесть но спустя некоторое время он стал различать перед собой пространство с планетами облаками кочующих газов кометами но странно он понимал что не видит этого но каким-то образом ощущает он ощущал звезду находящуюся совсем рядом так реально будто она находилась у него под рукой он видел здесь почему-то обратной стороной глаз и ранее никогда с таким явлением не сталкивался несколько дней летел Трилетов таким образом к солнечной системе она выглядела отсюда черным пятном с более черной крапинкой в центре это солнце опять резануло по глазам и он решил что пролетел тот участок вселенной где видишь обратной стороной глаз Трилетов забеспокоился оглядел себя начал вспоминать все что с ним случилось и вновь вспомнил как проснулся на космозавре его это удивляло и забавляло но как он ощутился там пролетев еще часа полтора Трилетов стал ориентироваться по уже знакомым созвездиям он летел от созвездия водолея к созвездию стрельца неожиданно Трилетов очутился перед прозрачной планетой он решил облететь эту планету огромная планета из газов была прекрасным естественным телескопом в миллионы раз более мощным любого из земных он видел весь свой путь проделанный за несколько часов видел обломки космозавра нежшиеся в пространстве в клубке ядовитого черного газа а над ним кружился космозавр победитель и время от времени припадал к одному из кусков проглатывая его Трилетов решил что ему повезло ближе к багровому зареву состоящему из сплошного ряда звезд вродило стадо космозавров ластилось друг к дружке и выглядели они очень миролюбиво вокруг них носились какие-то странные похожие на чучело реликтовых дикобразов круглые существа кололи их а те в свою очередь выпускали длинные черные струи газа Трилетов видел как к зареву неслись десятки пламенеющих звезд падали в зарево вспучивая гигантские клубы огня дыма и пепла и смотря на этот телескоп он подумал что здесь неплохо было бы основать обсерваторию которая занималась бы наблюдением за жизнью в других галактиках облетев планету он решил заглянуть в солнечную систему и был уверен что увидит землю увидит даже людей на земле потому что этот телескоп увеличивал очень сильно он мог увеличить человека до размеров луны но к огорчению Трилетова вместо солнечной системы он увидел черное пятно значит нашу галактику телескопу не под силу показать поэтому возможно никто из разумных существ других галактик не залетал к ним для них солнечная система это просто загадочное черное пятно облетев еще несколько раз планету Трилетов продолжил полет оглядываясь на прозрачную планету медленно вращающуюся вокруг своей оси посверкивая загадочной игрой красок и решил что вернется еще к планете в этот загадочный полный чудес мир влетая в солнечную систему он сразу настроился на волну его бучка задрожала и первое что услышал Трилетов было сообщение интерпланвидения что на земле умер в возрасте 108 лет последний в мире соловей а потом слышалась траурная музыка Трилетов не поверил своим ушам потому что как мог умереть соловей провожавший всех космонавтов в трудный и опасный полет перед тем как улететь на задание космонавт обязательно должен был послушать пение соловья его оберегали лучшие врачи мира он ведь был один на земле потому что в результате синкомутитного явления все соловьи умерли через трое суток бучка растаяла превратившись в обыкновенный свет и засветился вокруг него яркий клубок а Трилетов сделал из тиграцерия подобие космической лодки и сел наблюдая за приближающейся землей в следующую минуту он услышал сообщение бюро наблюдений в систему разума влетело живое существо распоряжение об отправке навстречу нескольких вооруженных кораблей наше телевидение сообщало что в Москве открыта французская выставка мужской одежды на выставке представлены костюмы новых моделей из тиграцерия туфли с алмазными каблуками и набойками отдел мира сенсации сообщал что американец Норвел используя усовершенствованную ахтикиновую трубку с кровяным газом выпил за 2 часа 15 минут воду из Карибского моря оставив на вымирание тысячи рыбешек общество по охране прав рыб подало в международный суд жалобу пока жалоба лежала у специалистов Норвел выпустил воду в Нью-Йорк и утонул сам Тренетов летел к земле ощущая необыкновенную радость легкость думая только о том чтобы как можно быстрее записать и материализовать все ему виденное еще далеко от земли его встретили интерплан видения передала информацию о возвращении Трилетова из неизведанных районов вселенной куда он попал на телепатической экспериментальной ракете потерпевшей катастрофу столкнувшись с одним из обитателей космоса в информационном сообщении говорилось что его наблюдения будут представлять большой научный интерес его видели по телевидению похудевшим в набедренной повязке из тиграцерия но улыбающимся с загадочно блестящими глазами глазами которые переняли блеск загадочной планеты в